Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы живём с мужчиной и гражданским браком около года, у нас есть понимание, уважение, нам хорошо вместе, но интима у нас нет. Или он звучит один раз в месяц, или два месяца. Нас обоих не напрягают, спим тоже отдельно, нам по 40 лет оба работаем. Детей у нас нет, но дело в том, что иногда мне хочется интимных отношений, но в моих мечтах для интима другой мужчина. Мой мужчина меня устраивает как человек, и мне спокойно, комфортно, удобно, но страсти нет, и мне его не хочется. Он считает, что у нас семья, всё хорошо, я больше склоняюсь, что мы друзья, у нас духовная связь. Идеальных отношений не бывает, расставаться с ним как-то не хочется. Были мысли найти любовника, но это сложно, так как всем баталл, я не смогу крайне избирательно и брезгливо. Какой выход из данной ситуации, как понять себя, ведь потребность физиологическая, половая, не удовлетворена. Благодарю за ответы и помощь. Ну, совершенно очевидно, что именно вот понять себя, именно понять себя, вы могли бы на психотерапии. Вот, то есть, с психологом, да, в процессе консультации, вы бы себя, я думаю, смогли бы понять. Вот. По реакциям на некоторые интервенции, да, по реакциям на психотерапию, я думаю, вполне, 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 вы бы себя понять смогли. Я не думаю, что это прямо, что-то такое, вот, знаете, суперсложное. Вот, значит, что я могу вам сказать, пожалуй, прямо сейчас, да, то, что, как будто бы вы хотите защищенности, стабильности, вот, и как будто бы вы эту потребность самостоятельно сами, сами, сами себе обеспечить не можете, вот. Ну, вот, сами себе, да, не получается у вас, у самой, значит, себе обеспечить, вот, эту потребность. Ну, вот, соответственно, что, что здесь можно сделать, собственно, учиться, эту потребность себе обеспечивать, вот. Учиться обеспечивать свою потребность, работать с личными границами, например, ну, как, как вариант, да, со страхами вашими, вот. Вот, сама оценка, которая у вас, очевидно, ненависят, я, вот, значит, с эмоциями учиться, учиться обращаться, замечать, ну, замечать их, ваши эмоции, я имею ввиду, замечать, да, смотреть, что вы чувствуете, да, там, как, что вы чувствуете, как, как вы чувствуете, значит, вот это, вот это вот, на это как-то, ну, на это как-то вот внимание перевести. Вот, значит, вы, вот, значит, вы, вот, говорите, значит, например, что вы хотите другого мужчину, да, а как отношения развивались с этим мужчиной, с которым вы сейчас в отношениях, вам сразу его не хотелось, или как? Сразу, сразу, или вы, там, отдельно начали спать, ну, с ним, вот, потому что, ну, в принципе, год совместного проживания, это, ну, немного, вот. То есть, есть ощущение, что вы, вот, как-то, ну, просто максимально удобного тебе человека выбрали, да, не особо как-то беспокоясь о своих чувствах, о том, вот, как вообще мне будет в этом, вот. То есть, ну, как мне будет комфортно, некомфортно, да, и так далее. По поводу брезгливости и избирательности. Вот здесь у меня сложилось такое впечатление, то есть, если в плане брезгливости я могу вас понять, вот, хотя и у этого есть, скажем так, психологическая подоплека, конечно, вот, то, говоря про избирательность, я думаю, что вы ведете речь не про секс, не про физиологическую потребность, как вы пишете, а вы ведете речь атом, на мой взгляд, чтобы чего-то доказать, ну, чего-то доказать именно себе, ну, себе самой. Вот. Такое у меня, честно, честно говоря, возникает, значит, впечатление. Вот. То есть, ну, понятно, что я не претендую на истину, понятно, вот, и понятно, что могу ошибаться, но вот есть ощущение, что вы стремитесь что-то доказать. Сказать, что у меня может быть, там, классный-классный мужчина, да, там, идеальный и так далее, а через это вы будете, по сути, за свою, ну, за свою ценность, вот. А, ну, боретесь за свою, именно за свою ценность вы будете, как мне кажется, вот. А посредством, ну, того же секса, да, бороться за свою ценность, это история весьма-весьма сомнительна. Вот. То есть, я бы начал с анализа и корректировки ваших отношений с вашим мужчиной. Ну, вот, возможно, чтобы вам вдвоем обратиться к психологу, как-то вот, учиться быть искренними, учиться коммуницировать, общаться, там уже будет видно. И вам саму индивидуальную работу тоже. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по умному ответу и позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok